Итак, апостол Павел, человек, который действительно решал вопросы, по-многому похожие на наши с вами современные вопросы, который жил в изменяющемся, причем стремительно изменяющемся мире. Человека, которого мы узнаем, во-первых, из Деяния апостолов, где юнгвист Лука описывает его биографию, его служение, а во-вторых, из его собственных посланий, из его собственных писем. Это как раз тот самый случай, когда мы с вами читаем чужие письма, и это хорошо. Вообще говоря, читать чужие письма – это плохо, но в случае апостола Павла, вот мы узнаем о нем из его писем, из его посланий. А что он был за человек? Каким вы его представляете себе? Каков он, апостол Павел? Какие качества вы в нем видите, вот исходя из тех библейских свидетельств, которые вам знакомы? Что это за человек? Я попрошу вас, дорогие друзья, подумать и попробовать ответить на этот вопрос. Кто хочет, просто поднимайте руку и получите микрофон. Мне, например, видится апостол Павел как человек, скажем так, бескомпромиссный, то есть в хорошем смысле этого слова. Он не переносил, он как бы не терпел никаких компромиссов по отношению к Евангелию, по отношению к Христу. То есть все у него было во славу Божию, так скажем, может быть. А вот эта интересная вещь, интересная мысль. Наверное, вы правы, но при этом помните, как Павел говорит, ну что мне до того, что кто-то проповедует Евангелие не из чистых побуждений. Главное, чтобы Евангелие было проповедовано. В каких-то случаях он не шел на компромисс. В каких-то случаях кажется, по крайней мере, что он на компромисс идет. Или это не компромисс. Или когда он говорит, ну вот в этом случае сказал Бог, а в этом, в частности, Коринфянам он так пишет, не Бог, я говорю, а не Бог. То есть как бы вот это Божие слово, это мое слово. Это что? Как это оценивать? Вот об этом мы обязательно будем говорить. И, кстати говоря, вы уже высказали две вещи, которые как-то друг друга дополняют. Причем дополняют, как могут друг друга дополнять, только противоположности. Он и любящий человек, он и любит людей, и он бескомпромиссный человек. Он не идет на компромисс, когда речь идет о Евангелии, но он способен принимать даже самых разных людей. Даже с тем самым Иоанном Марком, которого он не хотел брать во второй свой миссионерский поход, во второе миссионерское путешествие. Потом, как мы увидим, с вами он примиряется. Вот да, действительно в нем сочетаются вот эти качества. Еще? Кто еще? Пожалуйста. Мне очень нравится в Апостоле Павле такое качество, что практически с любым человеком он мог найти общий язык разной категории. Вот эта потрясающая способность разговаривать, доносить истину. Люди, которые, может быть, противоположны точек зрения, но он умел находить точки соприкосновения с ними. Большое спасибо. И тут полезно вспомнить его биографию. А ведь в нем изначально сочетались вещи, которые обычно в человеке не сочетаются. Он был иудеем, евреем из евреев, и при этом он был римским гражданином. Он владел в совершенстве еврейским и греческими языками, еврейской и греческой культурой. Он вырос в иудаизме, но назван был апостолом язычников. Он родился в городе Тарс, граждане которого получали римское гражданство автоматически. В частности, за заслуги перед, внимание, перед римской армией. Более того, помните, что Павел говорит о своем ремесле? Он занимался деланием чего? Палаток. Палатки, как вы, наверное, понимаете, он делал не для туристов. Это не значит, пойдем в поход, шашлычки устроим и так далее. Нет. Палатки он делал для кого? Для жизни. Для себя, для жизни. А кто были его клиентами? Как вы думаете, кто были тогда потребителями этих палаток? Кому они были нужны прежде всего? Военные. Этот человек работал на то, что сегодня будет называть военно-промышленным комплексом. И это подтверждают исследователи жизни и творчества, жизни и служения апостола Павла. Действительно, он занимался ремеслом. Это было, скорее всего, семейное ремесло. Как раз в городе Тарси, где он жил, этим активно и занимались. Это люди, которые делали снаряжение для римской армии. Смотрите, он, иудей, делает снаряжение для армии страны, которая была вроде бы победителем. И политически она и была победителем. Рим был победителем. Он, иудей, при этом имеет римское гражданство. Он, иудей, при этом идет к язычникам. Его знают в Иерусалиме. Он достиг больших высот в Иерусалиме. Мы об этом с вами будем говорить. Но при этом он готов это все отдать ради того, чтобы идти и возвещать Евангелие язычникам. И при этом он человек сразу нескольких культур. Ну, может быть, не вполне удачное сравнение. Но все-таки. Наверное, все вы видели такого телеведущего, которого зовут Владимир Познер. Вот есть другие люди нескольких культур. Есть. Ну, тот же самый Ургант, Иван Ургант. Но перед Познером они отдыхают. Потому что это человек реально, который вписывается и вписывается, причем давно вписывается, и в российскую культуру, и в американскую культуру. Правда, Павел столько не прожил. Ну, потому что, в отличие от Познера, Павел постоянно нарожен лес. Нужно ему было. Ибо призвание было от Бога. Но это действительно был человек, который мог достучаться до самых разных людей. Вряд ли кто-то из нас будет тем, что называют bicultural, tricultural, двухкультурным, трехкультурным. То есть мы с вами сможем действительно работать и жить сразу в нескольких культурах. Хотя такие люди тоже есть. Но, слушайте, даже в одной стране бывают разные культуры. Я постоянно привожу этот пример. Мне легко разговаривать со студентами или преподавателями университетов. Я просто вот с удовольствием. Мое такое любимое времяпрепровождение – это сесть где-нибудь в комнате, взять или на улице, взять чайку и посидеть, поговорить о том, о чем. О том, о чем. Это здорово. Поговорить, помолиться – это великолепно. Мне сложно разговаривать с дядей Васей водопроводчиком. Вот для меня дядя Вася водопроводчик – это другая культура. Когда он приходит и спрашивает, ну что у вас там, а сами сделать не можете, что ли? У меня такое ощущение, что он говорит на другом языке. Это иностранный язык. С другой стороны, если дядя Вася водопроводчик попадет, например, на курс Гима Розетта, иногда у дяди Васи водопроводчика тоже сложится ощущение, что преподаватель говорит на иностранном языке. Я уже не говорю, допустим, про Файнберга. Понимаете, это разные культуры. Вот даже если мы с вами не будем представителями разных культур, в смысле географическом, российской, немецкой, английской и так далее, то, по крайней мере, внутри одной стороны, вот эта культурная гибкость, которую мы увидим с вами, неоднократно увидим апостола Павла, для нас будет очень и очень важна. Еще есть какое-нибудь наблюдение по поводу того, каким вам представляется апостол Павел? Хорошо, давайте пойдем дальше, потому что некоторые черты вы уже подметили, и то, что мы с вами пока подметили, это лежит на поверхности. Это и его любовь, это и его бескомпромиссность, это и его быть для иудеев, как иудеи, для язычников, для эллинов, как эллин. Но при этом, кстати говоря, обратите внимание, при этом верность Христу, все-таки, будучи для иудеев иудеем, для эллинов и эллинов, все-таки он остается христианином. Вот это его отличает, он не хамелеон, он христианин. Вот, а и при этом он умеет и ободрять, и обличать, делать и то, и другое с любовью. Субтитры создавал DimaTorzok